Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Марина Комиссарова. Смотрите в ближайшее время. История за каждым углом. Центральные улочки Рязани как туристический объект рассмотрим в нашем материале. Остались без света. Владельцы дорогих иномарок страдают от грабителей, ворующих фары. Экологический транспорт в Рязани. Есть ли будущее у троллейбусов и почему исчезли трамваи? Из 170 троллейбусов, которые есть в Рязани, сейчас эксплуатируется всего 130. Недавно даже закрыли одно из трех депо, потому что два вполне справляются с обслуживанием существующих троллейбусов. Пополнение не ожидается, как и возрождение трамваев. Подробнее Валерий Седов. С экологическим транспортом в нашей стране большие проблемы. В основном к ним относятся трамваи и троллейбусы. Правда, сейчас на маршрутные такси пересаживаются все больше народу. Она и понятна. Быстрый, правда не всегда удобный транспорт. На троллейбусах или автобусах в основном катаются пенсионеры. Из-за больших финансовых потерь многие города попросту отказались от использования такого вида транспорта. В 2007 году шахты потеряли троллейбус, а через год его лишился Архангельск. Также подвижного состава лишилась Тюмень и Курган. В Рязани ситуация с троллейбусами находится в убадочном состоянии. Правда, есть одно большое «но». Мнение городской администрации Рязани, оно немножко другое. Мы пытаемся сохранить его всяческими силами. В связи с этим сейчас происходит ряд мероприятий, которые направлены на то, чтобы все-таки стабилизировать работу самого предприятия. А также повысить доходность и снизить убыточность. Правда, покрыть все расходы довольно сложно. Из-за того, что на троллейбусах в основном катаются льготники, то недостаток денежных средств покрывается из бюджета. Что примечательно, на таком виде транспорта ежедневно катаются около 60 тысяч человек. И при таком количестве людей загруженность всего 30%. Но городская администрация всеми силами планирует сохранить этот вид транспорта. Тем более, существует уже несколько проектов на этот счет. Например, продлить маршрутную сеть до дальних микрорайонов. С другим экологически чистым видом транспорта, трамваями ситуация куда плачевнее. С наших улиц он пропал в 2010 году. А по всей России трамвай исчез почти в 10 городах. В Рязани трамвай перешел во владение города только в 2007 году. Правда, передали его сильно изношенным. Но эксплуатировался он всего три года. К сожалению, он был передан уже в таком возношенном состоянии. И для того, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок, в трамвайном сообщении необходимо, было выделение колоссальной суммы денежных средств на реконструкцию международных путей, трамвайных путей. Кроме того, на модернизацию самого подвижного состава. К сожалению, на тот период времени таких денежных средств не было в казне города. Сейчас депо закрыто, а на его месте ведется строительство БСМП. Рельсы же демонтированы и сданы в утиль, как и сами трамваи. Идея возродить такой вид транспорта звучит здорово, но на деле все не так хорошо. Учитывая застройку города, особенно в центре, появление трамвая практически невозможно. Так рассматривать, я думаю, что нужно, потому что это интересный все-таки вид транспорта, который во многих городах используется как туристический вид транспорта. У него определенная тихоходность, у этого транспорта. И при этом очень хорошо его используют для экскурсий, особенно по каким-то таким замечательным местам города Рязани. Также в городе есть 10 автобусов марки Нифас, которые ездят на газомоторном топливе. Выбросы от такого транспорта в атмосферу минимальны. Конечно, говорить о такой новинке, как электромобили, пока рано. Инфраструктура, которая обеспечивает зарядку батарей, сильно отстает. Надо жить в ногу со временем и просчитывать, и продумывать сейчас нынешние возможности и предусматривать мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы как можно больше общественного транспорта у нас было экологически чистым. Заводы, которые производят троллейбусы по всей России, можно сосчитать по пальцам. Этот экологически чистый вид транспорта умирает быстро и мучительно. Возможно, в скором времени все меньше добрых фонарей глаз будут освещать ночные улицы города. Поэтому попробуйте хоть разок после работы прокатиться и на таком забытом всеми транспорте. Традиционные соревнования добровольческих дружин МЧС состоялись сегодня. По четырем дисциплинам соревновались спасатели из 25 районов. Благородные и отважные. Они приходят на помощь первыми, жертвуя личным временем, чтобы помогать людям. На территории Рязанской области зарегистрировано почти 10 тысяч пожарных добровольцев. Создано 62 добровольные команды, 26 из которых дежурят круглосуточно. При этом стать благородным рыцарем может каждый. Достаточно быть старше 18 лет и пройти специальную подготовку в МЧС России. Добровольцы могут составляться, допустим, в территории сельского поселения не только из тех людей, которые там непосредственно прописаны, проживают, а также из тех людей, которые пребывают на временном. То есть, ну там, дачники, я имею в виду, москвичи. Сегодня лучшие из них приехали в Рязань, чтобы показать свое мастерство на традиционных состязаниях. В каждой команде 6 человек. Им нужно пройти 4 испытания. Это два вида боевого развертывания, знание теории и умение тушить пожар. Петр Левкин приехал из Петелинского района и привык к физическому труду. Вместе с пожарными он регулярно проходит несколько километров с тяжелым оборудованием, а вместо тренировок использует работу в огороде. Я живу рядом прямо с пожарной частью 20 метров. Вот мой дом. Я практически там постоянно. То, ребята, на телефоне посидишь, то еще так. Практически постоянно. На траву все время бывает. Вот с утра уехал, вот этой весной с утра уехал, вечером приехал. В этом году усилиями добровольцев было потушено 1100 пожаров и спасен один человек. Однако самый горячий сезон остался позади. За весну добровольцы потушили сотни гектаров полей и лесов. Бывает в неделю практически каждый день. То есть и пал травы, и неответственные, допустим, дачники. Но самое трудное, это, мне кажется, психологическое все это. То, что огонь там бывает очень большой такой, и большие площади горят. У каждого добровольца своя история. Но все они хотят быть полезными в родном селе или городе. Александр Юрков впервые попал в их ряды еще в восьмом классе. Сильного и спортивного мальчика пригласили участвовать в соревнованиях по тушению пожара. С тех пор Александр уже почти 20 лет стоит на страже покоя жителей Старожиловского района. Самое главное, ну физически крепкие и не боятся огня. Вот мы, как говорю, когда человека доставали, мы вместе с пожарными тушили как положено. У нас есть своя пожарная. Мы приехали на пожарной машине и самыми первыми начали тушить. Просто они идут, например, в огонь, а нам запрещено идти в огонь. И все, вот отличие. Их труд не оплачивают, а единственная льгота – это скидка 25% на оплату коммунальных услуг. Однако все хлопоты компенсируют восхищение в глазах местных жителей – благородными рыцарями, умеющими укращать огненную стихию. Участились случаи краш-фар с дорогих иномарок. В частности, страдают от удерей световых приборов владельцы Volkswagen Touareg. Почему выбор грабителей пал именно на эту модель, разбиралась Алена Куколева. Рязань охватывает эпидемию фарного воровства. Кражи происходят, как правило, в темное время суток и на неохраняемых стоянках. Вот как это обычно выглядит. Из платной парковки подъезжает автомобиль. Ночные гости точно знают, куда идти. Разведку проводят заранее. Всего полторы минуты. И на месте фар у автомобиля черные дыры. Именно таким образом на днях в Рязани за ночь из восьми машин марки Volkswagen Touareg вытащили фары. С утра я вышла из дома и увидела, что на моей машине нет фар. Их так аккуратно вытащили, что даже не сработала сигнализация. Когда я приехала в полицию писать заявление, то выяснила, что еще с восьми машин за ночь сняли фары. Все автомобили одной марки Volkswagen Touareg. Самый настоящий рейд. Теперь придется покупать новые. По предварительным данным, кражу могли совершить жители Москвы. На данный момент идет следствие и информация уточняется. В отделы полиции Рязани поступили сообщения о хищении фар из автомобилей, припаркованных на улице города. Четыре кражи были зафиксированы в московском районе Рязани и одна в Октябрьском. Сотрудники полиции опросили пострадавших, установили обстоятельства хищений. Сейчас полицейские принимают все необходимые меры для раскрытия этих преступлений. Снимаются легко, стоят дорого. Дело в том, что создатели сразу нескольких немецких марок авто не особенно задумывались, с какими проблемами столкнутся владельцы автомобилей в суровой России. Это не только Volkswagen Touareg, это и некоторые модели Audi, Volvo, Porsche. Такая у них заводская технология, которая во всем мире используется и никому эти фары не нужны. Но в нашей стране, к сожалению, одна фара стоит новая 40 тысяч рублей, БУ-25 примерно, поэтому для некоторых это очень выгодный бизнес. Крепление фар у этих машин устроено таким образом, что на демонтаж уходят буквально секунды. Легко заполучив добычу, вор несет ее на разборку. На фары спрос большой, ведь они особенно уязвимы во время аварий. Для того, чтобы избежать этого, используется дополнительное устройство, которое не позволяет снять фару со своих мест. Используется либо дополнительное крепление корпуса фары, либо специальная блокировка механизма, с помощью которого она снимается. В некоторых случаях на корпусе фар размещают даже наклеечки с замочком таким, что фара защищена. Но, тем не менее, если заумышленник будет пытаться снять фару, то внешнее повреждение автомобилю он все равно наверняка нанесет, но фары вряд ли ему достанутся. Кто же в ответе? ДТП вызываете ГИБДД, кражам звоните в полицию. Вот все, что могут ответить на парковках, платных стоянках и в гаражных кооперативах. Юристы рекомендуют составлять письменный договор, в котором четко указана ответственность администрации стоянки. Крайне редко, но суды все-таки становятся на сторону автомобилистов и заставляют хозяина парковки раскошелиться. Но найти и обезвредить получаются только крупные банды, те, что угоняют автомобили. Специалисты по отдельным частям попадаются редко. Перестройки и ремонты – всегда неудобство для соседей. Когда процессы касаются крупных организаций, масштабы создаваемых проблем становятся крупнее. О разрушенном заборе возле государственного университета рассказали нам жители прилегающей улицы. Наталья Новикова отправилась туда, чтобы узнать, что происходит на территории главного здания РГУ имени Сергея Есенина. Как рассказали нам в университете, вот в этом месте забор упал на машину, после чего его признали аварийным и решили сносить. Улица Нижняя Садовая давно отличается своей непривлекательностью. Разрушенные полусгоревшие дома уже стали местной достопримечательностью. А теперь к уже существующей разрухе добавилась непроходимая из-за груда кирпичей дорога, на которую и пожаловались местные жители. Впрочем, случайные прохожие от полосы препятствий тоже далеко не в восторге. Не очень приятно идти рядом. Обычно пахнет от мусорок, их не вывозят. Там собирается лужа и кирпичи все время валяются. Ну, нас стороной вот так вот обвели сейчас, так нормально. Наверное, сделают, я надеюсь. Вас стороной, в смысле, обвели? Ну, там девушка стоит, которая контролирует, чтобы не проходили по дороге, а где-то сбоку шли, потому что сверху сыпятся кирпичи. В нашей съемочной группе девушка дорогу показать не захотела. Между тем, в РГУ ситуацию с принадлежащим учреждению забором прояснили. Этот забор, находящийся на Косогоре, имеет наклон в некоторых местах больше 20 градусов. То есть, начались дожди, дождливая погода, и по Косогоре этот забор может просто уехать вниз в любой момент. Постановлением областного комитета по надзору за архитектурными памятниками забор было решено снести. А администрация университета пообещала, что страдать и местным жителям осталось недолго. Тракторы уже начали вывозить кирпичи, а вот и на самом Косогоре груды от разрушенного забора будут разбираться вручную. До конца недели, для того, чтобы, я еще раз повторюсь, не нарушать вот этот вот культурный слой, мы же все-таки здесь люди, которые занимаются и археологией, и историей, и наукой, понимаем, что такое залезть трактором или ковшом вот сюда. Поэтому здесь все вручную будет грузиться. Можно ли будет уже на следующей неделе ходить по дороге, не опасаясь ломать ногу или получить кирпичом по голове? Что называется, поживем-увидим. А на месте кирпичного забора, который появился здесь целых 80 лет назад, в скором будущем будет новый, более легкий и не угрожающий жизни и здоровью прохожих. В преддверии окончания учебного года в рамках подготовки ко Дню защиты детей в Следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области состоялась расширенная коллегия. Какие вопросы обсуждались следователями региона, расскажем прямо сейчас. Совместное заседание консультативного и общественного советов по вопросу о состоянии работы по обеспечению безопасного отдыха детей в загородных оздоровительных учреждениях и организации трудовой занятости несовершеннолетних в период летних каникул. Сотрудники ведомств приняли решение прежде всего акцентировать внимание на 100% обеспечении отдыхом и занятостью трудных подростков и детей социально незащищенных категорий. Кроме того, особый контроль будет за самими учреждениями отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних со стороны министерств и ведомств. Профилактикой безопасности детей, предупреждением травматизма и несчастных случаев будут заниматься полицейские, следственные комитеты и МЧС. Кроме того, члены советов обратятся к бизнесу, чтобы несовершеннолетним предоставили рабочие места для летней занятости. Летом практически не может возникнуть вопроса, чем занять свободное время. Прогулки за городом или по городу в это время года всегда хороший выход. Тем более, что в исторической части Рязани есть много интересного. Подробнее Галина Ершова. Чтобы удивить друзей и родных, не нужно далеко ехать. Достаточно прийти в историческую часть города. Древняя Рязань, в былые времена называемая Переяславль-Рязанский, была основана на слиянии двух рек – Трубеж и Лыбедь. Трубежем мы и сейчас можем любоваться у подножия Кремля. Лыбедь же в середине 20 века была забрана в трубу. И в том месте, где она протекала, сейчас находится Лыбецкий бульвар. Лыбедь, она, конечно, никуда не делась. Она течет под землей. И есть у нас пара мест в городе, где она выходит на поверхность. Вот в частности, мы с вами находимся как раз возле такого места, где на Лыбедь, на эту узенькую, грязненькую, маленькую речку еще можно посмотреть. Не все знают, что на территории Рязани есть несколько монастырей. Один из них – Казанский женский монастырь – стоял как раз на слиянии двух рек. Однако пробыл он здесь недолго. В конце 18 века у нас масштабная перестройка города была по градостроительному плану Екатерина II. В общем-то, у нас новые улицы появились, новые площади. Ну и в том числе, вот эти изменения коснулись и Казанского монастыря. Он поменял свое место расположения. Найти памятник архитектуры можно по адресу улица Фурманова, дом 56. Когда-то на территории монастыря было около 40 строений, среди которых небольшой свечной заводик и пекарня. Сейчас остался только храм, кусочек стены и несколько построек. Удивительный сад уничтожили в советское время. На его месте построили швейную фабрику, которая сейчас стоит в запустении. В начале 2000-х годов был восстановлен храм. Вот мы видим, он в неплохом состоянии сейчас находится. А вот колокольня с надбратной церковью Святой Варвары, со звонницей, она восстановлена не была. И сейчас она находится в том виде, в котором она была при советской власти. Это обычный жилой дом. Продолжим движение в сторону торгового городка. Знаете ли вы, что на улице Затинной расположено целых два храма, которые были построены еще в допетровскую эпоху? Благовещенская церковь – одна из самых древних, находящихся на территории Рязани. Была построена в 1673 году, то есть это вторая половина 17 века, и она старше, чем, например, наш Успенский собор. Характерна очень для этого времени архитектура, шатровая колоколинка, небольшие купола. Типичная архитектура для типичного посадского храма с небольшим приходом. Похоже, выглядит и храм в честь входа Господня в Иерусалим. Несмотря на древность постройки, церковь здесь была и раньше. В начале 16 века рязанцы приходили молиться в деревянный храм, однако он часто горел, и в середине века его заменили на каменный. И сама часть вот этой улицы, сейчас она называется Затинной, то есть у нас вся вот эта улица называется Затинная, до революции эта часть улицы называлась Иерусалимской, ну, как раз по названию этого храма. Однако подойти к храму можно не только со стороны улицы Затинной. Второй вход расположен на улице Скоморошинской. Она, в свою очередь, примечательна тем, что является уникальным для России названием. Второй такой нет нигде. Так что рязанцам точно есть чем гордиться. 24 мая Россия празднует День славянской письменности и культуры, иначе День святых Кирилла и Мефодия. Праздник объединяет разные славянские страны, и его отмечают во всех городах нашей страны и стран Восточной Европы. Святые братья Кирилла и Мефодия, христианские проповедники и миссионеры, просветители славянских народов. В 863 году византийский император направил братьев в Моравию на проповедь славянам. Братья составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык. Тем самым были заложены основы славянской письменности и культуры. Российские города отмечают праздник масштабными мероприятиями. Сегодня такие проходят в Великом Новгороде, Рязани, Перми и Севастополе. Новгородцы собрались у памятника Тысячелетия России, на котором увековечены образы Кирилла и Мефодия. Власти Севастополя решили провести День славянской культуры на территории древнего города Херсонеса, который является колыбелью письменности. В Рязани в честь праздника состоится концерт Тысячного сводного областного хора, в состав которого входят тысячи участников из районов области. Конец мая – время буйного цветения. В нынешнем году город украшен белопенным цветением плодовых деревьев. И вот теперь подходит время сирени. Этот кустарник настолько любим в народе, что в музее-усадьбе академика Павлова традиционно устраивают сиреневый бал. Он состоялся в преддверии выходных. А в целом разнообразные по цвету и форме растения будут еще пару недель радовать горожан и украшать улицы. Сирень – одно из любимых растений многих садоводов России. И с наступлением весны сирень радует глаз большими кистевидными или метельчатыми соцветиями, распространяя вокруг сильный приятный запах. Да и сам куст очень сочного зеленого цвета, до самых холодов сохраняющий свою листву. Всегда листья сирени напоминают большую каплю. Сроки цветения этого кустарника зависят от вида. Насчитывается около 30 видов этого цветущего кустарника, который относится к семейству маслиновых. Название сирени происходит из греческого языка от слова «трубка». Возможно, это обусловлено формой цветка. У куста сирени много стволов. Высотой он бывает до 8 метров. При красивой обрезке может иметь вид декоративного дерева с густой кроной и ароматными густыми соцветиями. Сирень – это очень красивое, поэтичное растение, которое пришло в Европу достаточно поздно. Это 15-16 век в России и вообще 18 век. Но она так полюбилась россиянам, что она стала неотъемлемым атрибутом усадебной жизни и сельской, провинциальной, и жизни усадеб городков российских. Сирень угрожала парки и сады царских резиденций. И скромные полисаднички мещан на окраинах уездных городков. Она была повсюду. Вот 19 век, можно сказать, это век сирени в России. Но характерно, что ее никогда не срезали в букеты, никогда не дарили друг другу, за исключением отдельных редких случаев, когда она именно выступала как символ. Сирень – популярный образ в литературе и живописи. Художник Врубель передал, как из переливающихся аметистовых лиловых соцветий у наваждения появляется фея сирени. Она подобна девушке со светящимся лицом и нежными, как лепестки цветка, губами. Фея появляется, чтобы тут же исчезнуть. В романе «Отцы и дети» присутствие сирени сулит семейное счастье, а в рассказе «Куприна. Куст сирени» растение становится воплощением истинной супружеской любви. Хотя на языке цветов сирень означает предвестие разлуки. В русской классике сирень встречается довольно-таки часто, но почему-то особенно в прозе. Вот странная вещь. Поэты ее не очень любили. Ну, может быть, из ее грустного значения. А в прозе наиболее яркий пример – это роман Гончарова-Обломов. Он весь строится, он весь пронизан вот этой символикой сирени. Не случайно любовный роман Ольги и Апломовой начинается за городом весной в парке с цветущей сирени. И с помощью веточки сирени они ведут свое объяснение. Золотницкий в книге «Цветы» в легендах и преданиях пишет. На востоке, откуда, как мы знаем, происходит сирень, служит она эмблемой грустного расставания. И потому влюбленный вручает ее там обыкновенно своей, возлюбленной лишь тогда, когда они расходятся или расстаются навсегда. Такое восприятие сирени передалось и западноевропейской литературе. В Англии, например, жениху, с которым девушка по какой-либо причине не могла связать свою судьбу, посылалась ветка сирени. А в романе «Обломов» для Ольги Ильинской сирень олицетворяла цвет жизни, весну души и пробуждение первых любовных чувств. В сирене существует множество разновидностей. Радовать глаз она может до 100 лет. Для нашего климатического пояса сирень подходит идеально. Почти все ее виды для развития цветков нуждаются в 10 тысячах часов с температурой 10 градусов не выше. Каждый вид сирени вынослив и своим видом и ароматом вдохновляет. На этом у меня все. Хорошего завершения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Компания «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Компания «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры подогнал «Симон»